60 произведений печатной графики, литографии из серии «Приключения Алисы в стране чудес», «Кармен», «Долинянские лошади», «Трилогия любви», а также ксилографии к повести «Треуголка». На каждом экспонате название, год выпуска, тираж и место издания. С таким Дали вы еще наверняка не знакомы. Этот великий человек был мистификатором, скандалистом, был гениальным художником, живописцем, режиссером, писателем. Проявил себя во многих творческих сферах. На выставке в Рязани, выставка называется «Сальвадор Дали. Тайнопись» представлено более 60 произведений печатной графики. Это книжные иллюстрации. Дали много занимался иллюстрированием, произведений искусства, литературы. Известны его библейские циклы, стихотворные произведения. В Рязани можно рассмотреть пять циклов. Один из них – иллюстрация к Алисе в стране чудес. Встретились два великих сюрреалиста. Льюис Кэролл, английский писатель, и Сальвадор Дали, испанский художник. Близка по духу испанцу жгучая Кармен. Потому и иллюстрации настолько харизматичны. В узнаваемом стиле художника – долинянские лошади. Здесь сюрреалист интерпретировал образы лошадей из мирового искусства, религии, мифов, истории и литературы. Задержаться у каждого изображения придется надолго, чтобы рассмотреть скрытые в линиях смыслы. Еще один цикл – иллюстрации к сатирической повести испанского писателя середины 19 века «Треуголка». По ней в 20 веке написан балет, которому декорации делал Пабло Пикассо. У нас она практически неизвестна, потому что эту повесть, я думаю, что после этой выставки, может быть, зрителям захочется почитать. Выставка сопровождается подробным текстовым сопровождением, исторические факты, интересные детали, истории создания произведений. К ним добавят тематические фильмы, которые можно будет посмотреть прямо в залах музея. Просмотр будет сопровождать специально подобранная музыка. А в Рязанском музее гармонично дополнили выставку скульптурами Ларисы Лысениной. Это символизирует живучесть идей сверхреализма, более известного как сюрреализм. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».